записывайте рецепт он обязательно вам пригодится но вот я считаю что нейросети на сто процентов никогда не смогут заменить доктора врача именно поэтому и об этом мы сегодня тоже поговорим с нашим и доктором наталья донсу рубрика у нас вопрос доктору доброе утро доброе утро и вот вопрос доктору звучит так на самом деле у будет другой но все-таки поговорим немного про нейросети как вы думаете заменит ли нейросети искусственный интеллект на 100 процентов врачей на самом деле не заменят то есть можно конечно загуглить все свои симптомы и получить определенный перечень заболеваний ведь просто вот приведу пример допустим слабость головокружения это может быть и при хроническом дефиците железа в организме это может быть и при проблеме в шейном отделе позвоночника это может быть и при сниженной функции щитовидной железы то есть в принципе диагнозов вам выдадут огромное множество обычно когда заходишь так что-то болит и посмотрю что я этим не занимаюсь ой там можно идти там все можно сразу выбирать себе место поэтому доктор и обучается так долго и каждый день проходит обучить самообучение для того чтобы именно модернизировать свой компьютер в своем головном мозге чтобы пациент придя доктор включает свое логическое мышление и понимает что на самом деле с человеком происходит потому что нужно же и визуализировать человека и собрать правильно анамнез то есть что он чувствует а потом только проводить обследование причем не руководствоваться обследованием грамотный доктор ставит диагноз на основании расспроса анамнеза вот так вот прекрасно что вы у нас сейчас есть в студии сейчас у нас тоже есть вопросы подписчиков они тоже не не заглядывают в гугл или еще какие-то сети пишут непосредственно доктору да и сейчас будем обсуждать такую тему здравствуйте подскажите хочу отказаться от рефинированного сахара чем его можно заменить в рационе давайте будем обсуждать эту тему вообще очень конечно правильный вопрос потому что проблема питания современного человека это избыток сахара в рационе то есть у нас и конфеты и печенюшки и эклеры и тортики и фруктовые соки и творожки сладкие и сладкая газировка то есть у нас огромное количество сахара в рационе что такое вообще сахар сахар это энергия которую мы должны израсходовать в течение дня у детей в принципе это получается потому что наши дети двигаются при нашем сидячем образе жизни мы эту всю энергию которую употребляем мы ее не расходуем и получается что вся не израсходованная энергия она должна куда-то деться она превращается в жир жир который откладывается на теле ну когда есть лишний вес человеку в любом случае тяжело то есть носить лишние 5 10 15 20 килограмм на себе это нагрузка и на суставы это нагрузка и для сердца ну и внешне эстетический такой вот дискомфорт но внутренний жир это намного сложнее намного хуже потому что избыток сахара он накапливается в первую очередь в печени жировое поражение печени а это основа для развития сахарного диабета потому что печень отвечает за углеводный обмен и жировое поражение печени она не болит то есть мы печенку абсолютно свою никаким образом не чувствуем и у человека со временем развивается сахарный диабет а что такое сахарный диабет сахар повышенный в организме это яд который просто отравляет полностью все сахар засахаривает сосуды у человека развивается атеросклероз это инфаркты это инсульты это гипертоническая болезнь когда сахар засахаривает белок глаза у людей катаракта посмотрите практически все люди в пожилом возрасте оперируют катаракту для того чтобы возобновить свое зрение когда сахар засахаривает головной мозг это старческая слабоумие и в принципе наши пожилые люди как правило этим страдают то есть снижается память снижается внимание в принципе это считается диабет третьего типа болезнь альцгеймера старческая слабоумие плюс сахар это основа старения то есть когда избыточно поступает сахар в организм кожа быстро старится появляются морщины сахар это основа любого воспалительного процесса то есть по сути все бактерии вирусы грибы они растут на сахаре сахар это такая питательная среда и когда человек не может избавиться от какого-то хронического гайморита там от вагинита или хронический воспалительный процесс в кишечнике который всегда сопровождается вздутием дискомфортом нужно просто убрать сахар из рациона человека поэтому конечно же рано или поздно люди сталкиваются с таким вопросом что нужно уменьшить употребление сахара потому что люди понимают что это зло и нужно чем-то заменить сахар живой пример реклама на мне то есть я сахара практически не ем на мне 31 год я выгляжу и ну то есть на 25 главное чтобы чувствуете себя хорошо потому что когда в избытке мы употребляем сахар что он в нашем организме делает он на время повышает концентрацию серотонина и дофамина то есть медиаторов хорошего настроения и нам на время становится хорошо и люди привыкают к этому не зря говорят да что сахар наркотик но проблема в том что через какое-то время концентрация этих медиаторов потом падает в организме и состояние наоборот ухудшается апатия депрессия нет мотивированности ничего не хочется делать вы конечно наоборот пример для подражания активность спорт друзья хорошее настроение все хорошо но рафинированным сахарем поговорили уже объяснили где как его можно встретить и но а теперь поговорим о тех заменителях да вот где они встречаются где их можно взять и чем они опасны на самом деле сахарозаменители есть опасные а есть безопасные сахарозаменители и вот в этом нужно разбираться для того чтобы знать на что заменить обычный сахар ну начну наверное с первого опасного сахарозаменителя это аспартам то есть это вот эти вот бутылочки с жидкостью которые продаются в магазинах которые можно добавлять допустим выпечку или таблетки которые добавляются в чай допустим или в кофе это все сахарозаменитель на основе аспартама то есть когда он попадает в температуру выше чем 36 градусов чай кофе все выше 36 градусов наш организм тоже внутри температура выше 36 градусов аспартам распадается на метанол и формальдегид то есть это огромный токсин формальдегид это то в чем хранят допустим трупы чтобы вы понимали то есть когда в наш организм попадает этот токсин он поражает и нервную систему и токсически влияет на печень опять-таки проблему в печени люди длительное время не чувствуют и у меня на приеме были такие девочки которые активно использовали в чай или в кофе вот эти таблетки в качестве заменителя сахара и пришли на прием с проблемной печенью то есть с интоксикацией когда начали разбираться у девочки правильное питание занимается спортом не принимает никаких медикаментов и когда мы все-таки выяснили что она использует сахарозаменитель на основе аспартама убрали его из рациона пролечили ей печень и конечно же состояние улучшилось но проблема в чем аспартам когда попадает наш организм он превращается не только вот в этот токсин формальдегид из него еще в организме образуется фенилаланин то есть это такое вещество это такая аминокислота которая дает хорошее настроение этот сахарозаменитель для примера он находится допустим спрайте в коле фанти и многие люди говорят я не могу жить без спрайта то есть когда я его выпил у меня сразу хорошее настроение у меня прилив сил у меня энергия есть это вот слышала такие истории про вот кока-колу очень многие просто фанатеют фанатеют от чего от того что за счет вот этой аминокислоты фенилаланин они чувствуют энергию но за счет формальдегида разрушают свою свою нервную систему и свою печень не зря на этих напитках написано пейте охлажденными то есть если бутылка сколы постояла допустим в магазине при комнатной температуре или вдруг в машине она просто была там на солнце к примеру да температура поднялась и человек выпил состояние интоксикации наступает намного быстрее намного сильнее поэтому производитель себя защищает пейте охлажденные то есть чтобы температура напитка была ниже 36 градусов чтобы не было сразу вот этого токсического воздействия на печень поэтому аспартам это первый заменитель сахара который стоит избегать в своем рационе есть еще второй опасный заменитель сахара это сукралоза сейчас очень большое количество опять-таки таблеток используется на основе сукралозы чтобы вы понимали мы то чего хотим избавиться от сахара для того чтобы скорректировать хоть каким-то образом свой вес да потому что мы знаем что избыток сахара превращается в жир а научно доказано что сукралоза наоборот способствует увеличению жировой ткани в нашем организме не совсем опасные но некомфортные для употребления заменители сахара это ксилит и сорбит они продаются у нас но когда человек их использует это постоянное вздутие это дискомфорт это диарея поэтому эти заменители сахара тоже неприменимы для регулярного использования еще один опасный заменитель сахара это фруктоза он везде продается на в наших супермаркетах в наших магазинах правильного питания и считается что ну фруктоза как бы это же на основе фруктов это же натуральная то есть вроде бы в безопасное да на самом деле друзья не все натуральное полезно дело в том что да действительно фруктоза она раньше использовалась для диабетиков потому что она не повышает уровень такого гормона как инсулин гормон поджелудочной железы который у диабетиков всегда высокий но фруктоза блокирует гормон сытости лептин и если мы используем допустим выпечку на фруктозе или делаем какое-то варенье к примеру на фруктозе каши себе делаем на фруктозе то у нас потом такое просыпается аппетит и мы едим на порядок больше чем могли бы допустим банку варенья за раз вперед мало того банка варенья за раз потом разжигается такой аппетит что съедаешь уже большое количество ну да все что не приколочено поэтому плюс фруктоза чтобы вы понимали она в нашем организме может усвоиться только печенью и печень может усвоить 20-30 грамм фруктозы но это допустим где-то пол чайной ложки этого заменителя сахара все остальное будет превращаться в нашем организме в жир то есть если человек использует сахарозаменитель фруктозу то он подвергает себя опасности жирового поражения печени которая рано или поздно приведет к развитию диабета со всеми осложнениями плюс фруктоза это питательная среда для патогенной микрофлоры в нашем кишечнике это постоянные вздутия это постоянный дискомфорт поэтому фруктоза это очень опасный заменитель сахара и если мы хотим быть и оставаться здоровыми то мы конечно же должны использовать безопасные заменители вот какие же есть безопасные заменители которые вы одобряете в первую очередь мы будем говорить о стевии стевия это медовая трава это растение которое может допустим продаваться в пакетиках можно допустим этот пакетик заваривать вместе с чаем и вас чай будет приобретать сладкий такой вот оттенок можно использовать в качестве таблеток есть это стевия точно также но это безопасный заменитель сахара который не будет токсически действовать на организм то есть будет давать сладкий вкус конечно есть допустим у стевии такое горькое послевкусие но в принципе многих людей это устраивает единственное стевия это тот заменитель сахара который стоит использовать тоже только после приема пищи потому что инсулиновый отклик в любом случае на эту сладость есть то есть когда в наш организм в полость рта попадает любой сладкий продукт наша поджелудочная железа сразу же выделяет гормон инсулин поэтому стевия этим свойством обладает эритритол это второй безопасный заменитель сахара который тоже можно использовать и есть заменитель рибоза называется рибоза это конечно новый он не продается допустим там в магазинах супермаркетах но просто стоит знать что такое заменитель действительно есть чем он хорош он способствует производству энергии в нашем организме то есть когда мы допустим в кофе или в утренний чай добавляем рибозу в организме производится большой количество атф атомов энергии и у нас повышается настроение у нас есть заряд энергии и сил на целый день и в принципе если вы хотите если вы привыкли и хотите сладкий вкус то конечно лучше пользоваться безопасными заменителями сахара но есть одно но все сахарозаменители они используются в основном на этапе отказа человека от сахара то есть сахарозаменители тоже не рекомендуется длительное время использовать почему потому что мы не отвыкаем от сладкого вкуса а для того чтобы избавиться от сахарной зависимости нужно просто отучить свои рецепторы от сахара поэтому на этапе отказа от сахара мы можем перейти на заменители сахара но потом постепенно и их убирать из своего рациона